Это серия о том, что мы должны обратить внимание на красные флаги в наших отношениях. Мы должны бодрствовать, чтобы нам суметь принять правильные решения в отношениях. Мы должны действовать правильно. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Красные флаги в отношениях — это предупредительные знаки, сигнал тревоги, предупреждение о потенциальной угрозе. Они указывают, что есть проблема, с которой нужно разобраться. На автогонках, если видишь красные флаги, значит, условия крайне опасны для продолжения гонки. Возможно, изменилась погода. Это знак того, что нужно поставить и остановить гонку. Если вы идете поплавать и видите на пляже красный флаг, это признак того, что здесь есть внутренние невидимые течения. Купаться здесь опасно. Или там водяные акулы. Поэтому там красный флаг. А если красный флаг двойной, то пляж временно закрыт. Не всегда. Но в настоящее время купаться здесь крайне опасно. Так же и Бог дает нам предупредительные знаки в наших отношениях. Если у вас есть Библия, откройте притчи, глава 27, стих 12. Да, прославим Господа Бога за Его Слово. Итак, притчи. Благоразумный видит беду и укрывается. Они опытные идут вперед и наказываются. Я благодарю Бога за Его благодать. Божья благодать покрывает множество наших ошибок. Однако если мы отказываемся обращать внимание на предупреждающие знаки, мы пожинаем последствия. Здесь сказано, что благоразумный или мудрый человек видит опасность в отношениях и вовремя говорит, «Стоп, мне кажется, здесь что-то не так». Ты все время говоришь, что хочешь убить родителей. Это красный флаг. Не уверена, что нам стоит продолжать наши отношения. Я вижу в этом красный флаг. Они опытные и глупые скажут, «Да ладно, это не проблема». Он классный. Она классная. Я хочу пойти дальше в отношениях. Нам нужно обращать внимание на красные флаги в отношениях. Нельзя терять бдительность. Я вырос с двумя старшими сестрами и с мамой. Мы каждую неделю устраивали киновечер. По очереди брали фильм на прокат. Мои старшие сестры зачастую предпочитали девичье кино. Старинные романтические фильмы о парне и девушке. И там еще был плохой парень или коварная девочка. Я помню, мы смотрели эти фильмы, и моя мама всегда разговаривала с персонажами в фильме. Мы смотрели такие фильмы, «Тот, кто не спит в Сиэтле», «Вам письмо». И многие другие истории на основе золушки. Мама говорила, «Он тебе не подходит. Это не тот человек. Тебе не стоит с ним встречаться. Посмотри, у него проблемы». И если речь о девушке, эта девица бесстыжая, так как она смеет так поступать. Мы должны молиться, чтобы он не стал с ней встречаться. Я говорил, «Мама, это фильм. Мы не сможем изменить сценарий. Они тебя даже не слышат». Она начинала ходить по комнате взад-вперед, а она не находила себе места. Но в кино нам легко увидеть красные флаги. Нам нужно увидеть красные флаги в других. А вот в себе мы часто не замечаем. в отношениях, в нашем поведении, к людям. В нашем обществе сейчас царит обольщение. Многие люди обмануты. Обольщение — это страшная, опасная вещь, потому что наше впечатление человеке может быть обманчивым. В нашем обществе мы в первую очередь обращаем внимание на внешние атрибуты, на собственный имидж. Мы стараемся всегда улыбаться, когда мы в церкви. А внутри люди могут прятаться за серьезные проблемы. Я прочитал статью о документальном фильме о человеке по имени Тед Бонди. Я родился в 1985 году. Я не в курсе, кто такой Тед Бонди. Я зашел в гугл и узнал, что он убил почти сотню людей. Но при этом он был очень вежливым человеком с приличной семьей. Он был обаятельным и всегда улыбался. Он ходил в церковь и пожимал людям руки. Он даже баллотировался в мэры. Он всегда был очень милым на людях. Но втайне он заводил отношения с девушками, которые потом куда-то исчезали. Страшно то, что никто не замечал красных флагов в жизни этого человека. Никто не видел в нем угрозу. Это серия о том, что мы должны обращать внимание на красные флаги в отношениях. Мы должны бодрствовать, чтобы принять правильное решение в своих отношениях. Обман начался еще в третьей главе. Бытия в первом стихе. Змей прельстил женщину в саду. Адам и Ева, первый мужчина и женщина в Библии. Появляется змей и говорит, подлинно ли Бог сказал, что вы не можете есть плодов с этого дерева? У них было все, что им нужно было, все, что им хотелось. У них была роскошная жизнь. Им не нужно было трудиться. Они ходили на гимми. И это было нормой. У них были отношения с Богом и с друг другом. Но вот приходит змей и говорит, подлинно ли Бог сказал? Вы уверены, что Бог сказал вам не есть с этого дерева? Что будет, если вы все же это сделаете? Сделайте то, что Бог вам запретил. Змею удалось прельстить женщину своими словами. Она сказала мужу, и он тоже прельстился. И с этого момента через всю Библию мы видим огромное количество отношений с красными флагами. Множество моментов, когда люди обманывались. Прекрасные люди, любящие Бога, те, кто хотели творить добро в своей жизни. Если это могло произойти с героями Библии, то может случиться и с каждым из нас. Царь Саул, классический пример, он был избран Богом для того, чтобы совершать великие дела для народа Израиля, но со временем начали всплывать красные флаги. Это пробовать для тех, не только для холостых, но и для женатых, разведенных, овдовевших. Это серия для вас. Иоанна, глава 10, стих 10 гласит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Его цель — обмануть вас. Но Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пришел, чтобы вы имели полноту счастья в браке, в отношениях с людьми». Это жизнь Зоя. Не просто счастье в понимании мира, но то, что есть благо в Божьих глазах. Вы согласны, что Божий путь отношений куда лучше, чем мирской путь отношений. Чтобы это слово отобразилось в вас, и чтобы нам извлечь пользу из этого послания, я считаю, что нужно иметь три вещи. Во-первых, нам нужно иметь уши, чтобы слышать. Иисус сказал, что многие слушают ушами, но не слышат послания. Это религиозные люди, которые приходят на служение ради галочки. При этом они могут играть в игры на телефоне, сидеть в соцсетях, вместо того, чтобы слушать проповедь. Они делают это даже сейчас. Но если вы хотите что-то получить от того, кто за кафедрой, я это или Тидди Джейкс, или Стивенс Фердайк, Лэри Стокс, или Билли Вильсон, вам нужно иметь уши, чтобы слышать, то есть желать услышать, что Бог говорит сейчас лично вам. Если вы будете думать о том, что не так с другими, вы пропустите главное. Слушая проповедь, мы не ищем тех, кому надо это послушать, а думаем, в чем же Бог желает, чтобы я возрастал. Уши, чтобы слышать, а также глаза, чтобы видеть. Многие люди ходят с невидимой повесткой на глазах, но им все равно, что не так с ними, или что не так с другим человеком. Они идут вслепую. Если это свидание, то пусть это будет свидание вслепую, говорят они. Они вступают в отношения, в брак вслепую. Они не хотят увидеть правду. Они предпочитают закрывать на все глаза, игнорировать красные флаги. Мы живем во времена, когда недопустимо ходить с повязкой на глазах. Мы должны проснуться, увидеть происходящее, и разобраться с ситуацией, которая опасна для нас, и токсична. Должны выйти из таких отношений. Скажите, сниму повязку с глаз. Нам нужны глаза, чтобы видеть, и также нам нужно сердце, способное принимать. Нам нужно иметь сердце, которое будет гибким, будет глиной в руках Божьих. Если мое сердце камень, меня никто ничему не научит. Пол, я ничего нового от тебя не узнаю. Мое сердце уже и так на самом высоком уровне. О, это красный флаг, послушайте. Если вы дышите, Бог все еще трудится над вами. Если вы позволяете Богу лепить из вашего сердца, что Он хочет, я верю, вы что-то получите из этой серии и из этой проповеди. Сегодня я хочу перечислить вам 25 красных флагов, особенно для тех, кто еще не в браке. Я записал сотню красных флагов, а потом сократил список до 25. Эта проповедь больше касается холостых. Но если вы женаты, не уходите. Могу я видеть руки тех, кто еще не в браке? Вы можете оглядеться, посмотреть на всех по периметру. Так, а поднимите теперь руку, кто в браке. Да, я рад слышать столь громкие восклицания тех, кто состоит в браке. Вообще-то семья — это счастье. Итак, женаты вы или нет, сегодня мы поговорим о том, что поможет всем нам. Сразу же приступаем к списку. Итак, красный флаг номер один для холостых. Если они стесняются быть с вами на публике, если вы с кем-то встречаетесь, и этот человек смущается, когда его видят с вами, он говорит, «Сохраним это втайне. Я не стану постить ваше совместное фото в социальных сетях. Это наш маленький секрет». Это красный флаг. Если они никому не хотят рассказывать о вас и говорят вам «держать все втайне», это красный флаг. И второй красный флаг. Когда к вам они относятся суперлюбезно, а к другим как раз наоборот. Такое бывает в отношениях. Но мы так сконцентрированы на том, как относятся к нам, что не замечаем, как они поступают с другими. «Пол, он так добр ко мне». «Ну да, он ударил свою маму по лицу, но со мной он так мил». «Да, он по-хамски разговаривал с официанткой». «Послушай, пройдет лет шесть, и он ударит тебя». Сейчас он попытается произвести впечатление. Не игнорируйте то, как они относятся к другим людям вокруг вас. Посмотри, как она относится ко всем, кроме тебя. Может, она мила с тобой, а с другими превращается в Мегеру. Это красный флаг. Это красный флаг. Если гордыня и, собственно, эго не позволяют им искать, расти, это красный флаг. Гордыня противоположна смирению. Если человек не может признать, что был неправ, это красный флаг в отношениях с этим человеком. Красный флаг в отношениях. Номер три. Когда они каждую неделю ведут себя эмоционально безрассудно. Не раз в год, а каждую неделю вы увидите, что они безрассудны, и их эмоции зашкаливают. Они слетают с катушек. Папа говорил мне, «Смотри, как она ведет себя, когда вы играете в пинг-понг». Смотри, как она ведет себя, когда вы играете в настольные игры, в монополию или игры с мячом. Она ведет себя, как сумасшедшая и швыряется стульями. Мы видим таких спортсменов. Они выходят из себя, и вы думаете, «Это не проблема. Со мной он таким не будет». Уверяю вас, если он ударяет в стену каждую неделю, то однажды этой стеной окажетесь вы. Он регулярно выходит из себя, и его эмоции зашкаливают. Если вы уже в браке с таким человеком, Пол, то ты пытаешься расстроить наш брак? Нет, я даю вам красные флаги, предупреждающие знаки. По крайней мере, вам стоит поговорить об этом, пока взрыв эмоций не превратился в норму поведения. Я верю, эта версия вам поможет. Вам нужно поговорить об этом. Потом будет слишком поздно. Потому что в результате, если парень или девушка постоянно слетает с катушек, ведут себя как дикари, то вскоре это происходит все лучше и лучше. Я не говорю, что ни разу они не должны выйти из себя. Я просто говорю, что это уже красный флаг. Будьте осторожны, возможно, вас ждут непредвиденные подводные течения. И четвертый красный флаг в списке. Они сразу же говорят вам, что любят вас и хотят жениться. Если они после первого свидания ведут, словно вы уже женаты, это красный флаг. Но Пол, это так романтично. Он называет меня моя сладкая детка, милая. О, дорогая, не говори так. Вы знакомы только сутки. Почему он называет тебя сразу дорогая? Я думаю, нужно, чтобы прошло хотя бы 24 дня. Вы вместе всего неделю. Не спешите сразу говорить о браке. Она уже зашла на Пинтерест и планирует свадьбу. После первого свидания вам нужно замедлить ход и развивать отношения поэтапно, постепенно. Я не слишком прямолинейен. Я говорю, как есть. Я не только проповедник сегодня, сколько учитель. И пятое. Они полностью отрезали отношения с близкими друзьями, чтобы быть только с вами и ожидают от вас того же. Это красный флаг. Пол, мы будем только вдвоем. Мы больше не будем общаться с нашими близкими друзьями. Мы перестали ходить в малую группу. Только я и он навеки. Это неправильно. У моей жены есть близкие подруги в церкви. У меня есть близкие друзья в церкви. Мы начали встречаться и продолжали с ними общаться, посещать малые группы. В благочестивых отношениях к дружеским отношениям в жизни другого человека относятся с уважением. Шестой. Если они всегда обвиняют в своих ошибках других. Я помню, я общался с одним парнем, и он рассказывал мне о всех своих прошлых отношениях. Его у них было восемь или девять. И он недавно развелся. Он говорил, эта девушка пыталась контролировать все. А у той мама все держала под контролем. А у этот отец контролировал все. В каждом случае он обвинял других. Та такая, эта сякая, послушав восьми его отношениях, я спросил, а ты не считаешь, что ты тоже виноват в этих отношениях? Нет. Это все они. Это целиком и полностью их вина. Это красный флаг. Если кто-то не признает свою причастность к проблеме в отношениях, это красный флаг. Седьмой. Они никогда к вам не прислушиваются, не спрашивают, что чувствуете вы. Нравится вам это или нет. Речь всегда только о них самих. Если им не важны ваши чувства, они не интересуются тем, что нравится вам, это красный флаг. Это нездоровые отношения. Но он такой симпатичный. Он просто много говорит и никогда не спрашивает ничего обо мне. Мы говорим только о нем. Он такой симпатяга. Я уверена, что после 30 лет брака мы все еще будем нравиться и слышать от друг к друге приятные слова. Это неправда. Если вы встречаетесь, у вас должны быть обоюдные общения, сбалансированные отношения. Нельзя, чтобы кто-то тянул одеяло на себя. О, я мог бы сказать целую проповедь по каждому из пунктов. Восьмой. Они поклоняются нарциссической троице. Я мне мое. Приходя в церковь, они делают ремикс песни поклонения. Я в центре всего, Иисус. Вся моя жизнь для меня, Иисус. Я в центре всего. Я мне мое в центре всего. Есть люди, которые реально думают только о себе. Обязательно поговорите об этом. Не думайте, что после свадьбы это куда-то исчезнет само собой. Замечайте такие вещи. Не закрывайте на них глаза и уши. Увидьте этот красный флаг и разберитесь с ним. Девятый, противоположный восьмому. Когда они ставят вас на пьедестал совершенства, они поклоняются не себе, а вам. Они думают, что вы совершенны во всех путях своих. Ты благой. Благой человек во всех путях. Нет, вы не такие. Но спасибо, Пол. Зачем ты мне сказал об этом? Я был о себе лучшего мнения. Послушай, ты далеко не ангел. Я не говорю, что ты демон, но у тебя есть недостатки. Не смейтесь, я говорю серьезно. Если кто-то поставил человека на пьедестал, он однажды разочаруется. Если вас поставили на пьедестал, скажите, не думай, что я совершенный. Однажды я тебя разочарую, и ты поймешь, что зря на меня ставил. не твори из меня идола, только Иисус совершенен. Парень или девушка не могут быть во всем идеальны. Если в свои социальные сети они превратили в капище, где поклоняются вам, если там одни сплошные фотографии, не думайте, что это романтично, это пугает. Помимо вас у них должна быть и другие сферы жизни. Они должны прекратить постоянно только поклоняться вам, вам и вам. Скажите красный флаг, десятый. Они сразу же хотят познакомиться с вашими родителями и стать частью семьи. И это после двух свиданий. В университете я ходил на свидание с одной девушкой. Я женился на правильной девушке и очень рад. Но я встречался с одной девушкой. Точнее, у нас было всего лишь одно свидание. Она сказала на первом свидании, а когда я увижу Билли Джо и Шерон Доггерти, твоих родителей, я сказал воскресенье в церкви, они точно там будут. Нет, когда мы пойдем к тебе домой, воскресенье на обед. Я сказал, что одного свидания маловато. Это важный шаг привезти домой девушку. Она в ответ, я бы хотела поехать в отпуск с вашей семьей. Одиннадцатый красный флаг. Они не говорят прости и не признают, что были неправы. Это крайне важно. Если он или она не может извиниться, что так с тобой разговаривал, о, ну разве это проблемы? Не будь таким чувствительным, просто забудь. Если гордыня и собственно эго не позволяет им сказать прости, это красный флаг. Гордыня противоположна смирению. Если человек не может признать, что был неправ, то это красный флаг в отношениях с этим человеком. Если человек не может сказать прости, что я тебя перебил, прости, что говорил о тебе такие вещи, я не должен был тебя так называть, я был неправ, прости меня, то это красный флаг в отношениях. Двенадцатый. Если вы не можете быть на самом деле этим человеком и чувствуете себя неловко, это красный флаг. Одно дело, если они вам делают замечание и прекратить ругаться. Пол, представляешь, она запрещает мне материться. Она не дает мне влепить кому-то по первое число. Хорошо, пора бы тебе перестать драться и ругаться матом на маму. Но если они говорят «Мне не нравится, как ты смеешься», мне становится неловко, когда ты смеешься. Мне не нравится твой вкус в еде. Пора тебе тоже начать любить морепродукты, как и я. Мне не нравится, что тебе не нравится то, что нравится мне. Оставь свое хобби. Я ненавижу баскетбол. Начни читать книги, как и я. Смотреть мелодрамы. Не стоит терять свою уникальность. Вы оба созданы по образу Божьему. Будет лучше, если вы оба останетесь собой вместо того, чтобы пытаться втиснуться в каждый образ. Не нужно этого делать. Возможно, вы сами находились в отношениях, где были такие красные флаги. Во время проповеди вы, возможно, узнали себя. Вы сами так поступали или встречались с кем-то, у кого были эти красные флаги. Я хочу ободрить вас, что бы ни было в вашей жизни, вне зависимости от того, в браке вы или нет, может, вы в разводе, Бог хочет, чтобы у вас были здоровые отношения с вашим любимым человеком, чтобы однажды вы вступили в брак и имели прекрасное отношение, а не просто терпели друг друга. Бог хочет, чтобы вы могли жить в полном доверии, а не подозревать друг друга, не ревновать, не копить обиды и разочарования, избавиться от гнева и гордыни. Бог желает, чтобы ваши сердца выбрались из зоны красных флагов, чтобы имели покой в сердце и чтобы нам быть здоровыми внутри. Молитесь сейчас, вместе со мной скажите, Иисус, начни с меня, начни с моего сердца, Господь, помоги мне возрастать в того, кем ты призвал меня, чтобы я был духовно здоровым человеком во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Бог поможет вам в этом. Как я говорил в проповеди, мы склонны закрывать на что-то глаза и думаем только, как исправить других, а не себя. Просите Бога помочь вам возрастать в того, кем Он вас призвал. Всю эту серию вы можете найти на нашем сайте. Если вы хотите, чтобы мы помолились о вас или хотите поделиться с нами своим свидетельством, пишите на нашу электронную почту или позвоните нам по телефону на экране, и мы помолимся о вас сегодня. Мы любим вас. Если вы когда-нибудь будете в Талсе, приходите к нам на одно из живых служений в Церкви Победа. Мы окажем вам теплый прием. И не забывайте ваши лучшие дни прямо перед вами. Программа стала возможной благодаря щедрым пожертвованиям наших телевизионных партнеров и друзей.